И вот мы снова в разрушенном храме. У нас завалялось одно тыквенное семечко. И можно споить резчика обезьянним вином, чтобы он нам рассказал немножко лора. Сару-заке, кора. Ай-мо-кавалазу,辛い саке. Далее, это нечего. Я так, что ты делал? Сару-дом на сухом та-ни. Стоит, что-то доживание. Стоит один? いや、2人でじゃな. Ваш等は、はぐれ忍ぴ... まともな死は、もはや御らなんだ. 故に、落ちれば死ぬる谷で、 ただひたすらに、賭け、跳び、刃を交える. Думаю, как я повторяю, я уверен, что я должен быть в порядке. Продолжение, я услышал этот пакет. И я услышал, что я не могу, как я слышал, как я. Накимуши? И речь к нам рассказывает много интересной информации, которая может нам пригодиться в будущем. Он рассказал нам, что обучался технике Синоби в долине обезьян, и поэтому он сам теперь выглядит как обезьяна. Также он рассказал, что у него был или была напарник, или напарница. Что произошло с его напарником дальше, нам пока неизвестно, но и также он нам еще рассказал, что любил слушать мелодию некого свистка. И так, давайте что-нибудь улучшим. Например, сюрикены. Улучшенный сюрикен, которым можно усилить энергией вращения, расходует эмблемы духа, уменьшает вражеский запас жизни и концентрации, а также наносит больший урон прыгающим врагам. Если завести пружину еще сильнее и накопить еще больше энергии, сюрикен будет вращаться и после попадания в цель, несколько раз нанося урон врагу. Удерживайте кнопку РТ, бросок с подкруткой, дополнительно закручивайте сюрикен перед броском. Сюрикен поражает врагов несколько раз. Вот, в принципе, и все, что я хотел здесь пока сделать. Можно продолжать дальше. Храм Сэмпо. А именно, его двор. Сам храм находится немножечко выше. Вон там. В прошлой серии мы остановились как раз в этом месте. Здесь по углам ничего нет, хотя могли бы и что-нибудь и спрятать. И здесь нам могут пригодиться сюрикены. Можно было просто спрыгнуть, но мы спустимся аккуратно. Можно видеть, как из-за угла выглядывает пес. Здесь такая некая мини-засада собак. Такая вот обученная стая. Но у нас есть сюрикены. И при помощи сюрикенов с собаками справиться не так уж сложно. Там наверху на крыше лежит предмет, который, кстати, можно взять как раз, если падать сверху. Снизу, по-моему, зацепиться даже здесь не за что. Окей, тогда поднимется наверх. Возьмем то, что там лежит на крыше. Это все лишь глиняный осколок. Непонятно, но какой черт он нам нужен. Внизу плавают карпы. Ух ты, я атаковал ударом сверху, он даже не умер. Здесь два карпа. И один от меня успевает скрыться. Кстати, да, карпы здесь восстанавливаются. Ну, можно попытаться еще раз. Как я уже говорил, не нужно отдыхать возле статуи резчика, как в Dark Souls, чтобы эти карты появились. Здесь у нас очередная порция монахов и собак. Немец. Тут у нас появились новые типы монахов. Они кидают вот такие вот медленно летящие бомбочки. Которые, в принципе, и не так сложно ему вернуться. Выглядят они в точности так же, как и монах, который нам дал задание найти кого-нибудь большого для опытов. Так, и здесь у нас дорога раздвояется. Можно пойти сюда вниз, либо пойти туда наверх. И давайте для начала сходим вниз. Там на самом деле нет ничего интересного, особенно если вы уже купили хурму у торговца. Также можно наблюдать кучу связанных трупов. И новых противников, которые мы еще не видели, это письяны. И как бы мне не хотелось, мне придется их убивать. Так, здесь у нас шар трофеев. В этой части локации нет никакого полезного лута. Можно было вообще пройти отсюда. Это так же приводит к этому прикрестку. То есть здесь даже не два, а три пути. Но все дороги приводят в Рим. Точнее в храм Сэмпо в конечном итоге. Ну, давайте сначала посмотрим, что у нас здесь. И вон там внизу мы уже были. Так, здесь еще одна друзьяна. Не только друзьяна. Доровяк. С молотком. И очень жаль, что он меня заметил. Сбивает всю стамину. Интересно, его в руки вообще можно запарировать? Ну, прям очень жесткий таргет лок. Упс. Да, прочный, толстый парень. И здесь у нас хурма. Как я уже говорил, если вы ее купили у торговцев, то идти сюда нет никакого смысла. Шар духов. Еще одна хурма. И да, кстати, я на той стороне забыл подобрать вон тот предмет, который лежит рядом с мостом. Я сразу же прыгнул наверх в ту дыру, потому что эти парни меня заметили. Но поверьте мне, даже не стоит возвращаться за той штукой, которая там лежит. Это на река опять какой-нибудь. Или камушек. Ну, в лучшем случае это кошелек, конечно. Но что-то я сомневаюсь, что там кошелек. Вот, в принципе, и все, что здесь интересного было в этой части локации. Ну, можно полюбоваться, поставить пейзажем. Еще. Ну, ладно, любоваться нам некогда. Надо продвигаться дальше. А то и так уже это прохождение уже порядком подзатянулось. Это у нас есть еще монахи. Можно их попробовать обойти. Ну да, я уже спалился со всех сторон. Кто-то меня даже еще и не палил. Попробуем забыть ставить, хотя бы его. Здесь очень большое количество врагов, но враги не очень сильно. Конечно, не очень честно не будет сражаться. Мечом против монахов, которые сражаются голыми руками. Ну, что поделаешь. И тут еще два варианта пути. Можно спрыгнуть сюда, на эту крышу. И там пройти дальше, либо войти во двор вот этого небольшого храма. Туда можно попасть, если зацепиться. И вот здесь нужно уже быть более осторожным, потому что здесь есть вот эти вот надоедливые карлики. Похоже, это было заскриптовано. Такой вот их выход. Так, и нам здесь поможет... Оу, не увидел. Здесь поможет огонь. Да, относительно. Да, очень противные ребята. Вау! Не успел я чего-то съесть. И он мне переломывает хребет. Ну что ж, придется воскреснуть. Да, и как ни в чем не бывало. Ничего, ничего не по-своему. Надо было мне этого добивать от того. У меня совсем уж мало. Ум! Стоять. Сжог, а потом еще и завезал. Ммм, фаталити. Здесь есть еще один проход. Если запрегнуть сына наверх, можно порядком срезать путь к Анапу Сэмпо. Но... Тогда мы пропустим много чего интересного. Типа шорткат, который можно и не заметить. Здесь есть все-таки официальная тропа. Менее официальная тропа по крышам. И совсем не официальная через вот тот уступ. Так, и вот там внизу еще куча противников, которые... Опять карлики. Ненавистные. Они неудряются попасть в меня с уикеном буты. Да... Я бы сказал карлики, но здесь был всего лишь один карлик. Легкий кошелек. Сюда совсем не обязательно было идти, но давайте посмотрим, что здесь. А здесь у нас... Еще монахи и главный монах. Бессмертный. И, как можно заметить, именно здесь они... Что-то делают с невинными жертвами. Постигают тайны бессмертия. Вау! И монах мне делает захват. Да, они умеют делать захваты такие. Хоть что-то они умеют делать. Вообще, этому стилю сэмпо мы в дальнейшем обучимся. И тоже сможем махать кулаками. Вау! Вот это уже будет опасно. Можно так избавить. Вот я плохо от них отзывался, что они очень слабые. Вот. Даже они мне дают немного просраться. Оу! Вот черт! Да! Далеко эта тварь достает. Давайте его не убьем. Просто своруем то, что он тут лежит. Давай, бери уже! Не отдает. Как собака нацепить. Кусок воска. Это полезный материал для апгрейда. Достаточно редкий. Но потом все это дело, в принципе, можно достаточно неплохо фармить. Поэтому ничего страшного, если вы его упустите. Этого парня я не хочу убивать. Пусть он дальше там развлекается. Но все равно бессмертный. А специальной штуки, которая может его убить навечно, у меня нет. Пока что нет. Итак. Давайте дальше продвинемся. Вот по вот этим крышам. И меня интересует вот это вот большое здание. Там внизу мы уже были. Здесь у нас живет очень противная тварь. И маленькие росомахи. Таких мы уже встречали. Перед тем, как падать вниз, лучше их всех убить. Что-то у меня совсем плохо. С бутылками, конечно. Это не радует. Так, огонь, 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 огонь. Я думаю, огонь здесь не сильно поможет. Выход у нас здесь. И сюда можно было пройти не обязательно через крышу. Но так же, по-моему, можно было залезть через верх. Вот пройдя через эту дверь. Но сверху удобнее. И можно снять первую полоску вот в этой паре. Это у нас большой росомаха-мини-босс. Возможно, стоит убить сначала маму. Не успел. Большой что-то заподозрил. Многоножка-длиннорукий Сэнь Юн. Так. Босс несложный, но для начала нужно избавиться подмоги. Подмоги здесь уже осталось немного. Я уже всех сверху берегу. Опс. Что-то я не посъел. Хотел дрожжать. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Здесь нам опять поможет техника быстрого спамбарирования. Опадилось. И когда он так захватывает, нужно подпрыгивать и отскакивать от его головы. Но я повез. Тут уже ничего не было. Что-то я перенял. Здесь бы, кстати, не помешал леденец, который быстро восстанавливает у нас. О, дальше поджига. Оу, пипа. Типucco. Типп. Типп. да я умира на что мне как-то не очень срослось этим боссом добежать до него не сложно и невидимая помощь срабатывает не оставляет весь опыт деньги все хорошо отбегаем этих ребят попробуем со второго раза завалить эту тварь со второго раза то у меня точно получится моя главная ошибка была в том что я слишком много отступала нужно было больше просто напором идти больше парировал а 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 где маленький охранник неудобно как-то он расположен куда не начинает блокировать неудобно еще раз снять эй ты куда попался чем то этот парень похож на лизуна и резидент ивела пока твой папка не прибежал а а а а а а вот а а а а а а а бусин отчеток там высказывается большие перерывы в записи к серии же просто забываешь что и как нужно правильно делать черный порох я получил кстати бусину четвертую можно будет прокачаться здесь у нас такая статуя будды что-то они тут жгли вот это вот не статуя и как можно видеть везде эти тараканы и гусеницы такие вот черви их здесь просто навалом сквозь стену как так то это похоже ребята которые мне удалось постигнуть в смерти так и остались тут в виде засохших мумий вы вопрос нужно ли вот такое бессмертие да что то я совсем заигрался и перестал следить своей жизнью похоже эти парни совсем деградировали но смотрите какие довольные улыбающиеся морды что она здесь я даже не заметил как хорошо замаскировалась ящерица что не мешает пройти еще одна точно если а вот это уже опасней умирать как бы мне не очень хочется честно кровь на какой-то кетчуп смахивает а вот это уже 5 шар духов и мы движемся наверх нам нужно на самый на самую верхушку этой горы пробуем леденец гатины возможно нам поможет остаться незамеченным вырезать пару десятков этих монахов пока я пристраивался к ним сзади опять эти вертушки и вот это кстати та самая тропа если бы я не спрыгнул вниз он туда то и пошел бы здесь то как раз я бы вышел вот здесь как я уже говорил все дороги здесь идут в одно и то же место здесь тоже что-то жарят куча вот таких вот вертушек кстати мы уже подобрали две вертушки можно предложить их тому самому здоровьяку такому здоровьяку то мы видим самом начале как считали не нравится как он сама сидел из а еще вас хватало так ребят что-то это уже перебор сделал все неправильно все это можно было богатство вырезать более скрытно что-то я очень сильно машину так успокойся да как же так то блин система стелса здесь иногда просто вообще печалятся то они не видят то что происходит у них под носом то он умудряется видеть меня наверху еще и сквозь 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 ветку куда у нее там увокатор задниц устроен ну ты долго там будешь стоять крутиться то иди уже планирова своя сидеть на тебя сверху напрямую не даришь все молодец умница когда ты разогнался стой метит куча леденцов и не удивительно именно здесь их и производят спрятаться в кусты типа не столько густые вроде эти кусты чтобы меня не заметили вот мы практически добрались до храма но я вам как раз покажу то самое место если бы я поднялся по тому ступу вот здесь если бы я тогда из того храма поднялся вот здесь по уступу пошел бы здесь здесь у нас парень вот мини рейден помню если что-то на этой крыше блин черт эту крышу да по этой крыши я лазил это сразу бы нас привело то вот сюда здесь можно было пройти по краю обойти всех поняли нет и прийти к храму сэмпл такой вот неплохой шорткат а да кстати здесь даже можно было еще быстрее пройти если отсюда хватит суда тогда можно вообще не ходить туда сразу же пройти к храму сэмпл вот мы до него добрались два охранника вокруг рядом с этой будкой ничего больше нет ничего вокруг нет но под лестницей кое-что все-таки есть еще один леденец так тут у нас помимо монахов есть ребята с двойными мечами и лучше с ними не сталкиваться просто можно их тупо обойти центральные врата все равно заперты поэтому пройти через них нельзя там оу оу да это было больно не получилось у меня нацепиться и просто бежим просто бежим бежим туда пока не заходим поворачиваем направо нам нужен идол эти ребята тут курят используем идол и рессетим всех врагов так же можем так не усилить атаку а улучшить выносливость четвертые молитвенные четки четки из таких бусин популярны среди могучих воинов лишь мастер стиля асина вправе посещать додзе замка асина и син часто без предупреждения заглядывает туда чтобы ученики не расслаблялись и вот здесь у нас присутствует такой вот персонаж ради которого мы сейчас и шли в храм сэмпо дело в том что если прийти сюда позже после того как убить генитира то этого парня здесь не будет найти его можно будет потом мертвым он похож на вот этих монахов но только похоже какой то верховный жрец судя по его одежде и с ним можно поговорить а а а а а и 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 А ну-ка, только... Слышь, дай. Слышь, дай. Слышь, дай. Кто ты, дай. Он, кто ты, дай. Что ты делал, дай. Девушки отдыхают... Девушки отдыхают в доме в доме. Девушки отдыхают. Так. Девушки отдыхают. 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 Глава, изъеденные червями. Описание пути к просветлению. Уже целую вечность я благословлен червем. Быть бессмертным значит идти вечным путем к просветлению. Достигнув его, я смогу понять, почему не умираю. Говорят, что родина священного дракона находится на западе. Тогда как же так вышло, что благословлен червями оказался я? Понял. И можно увидеть, что этот жрец действительно полностью изъеден червями. Такое ощущение, что вместо крови в его венах просто ползают черви. Да, не очень приятная картина. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Моу... Ма-то-му-на-хитто-ма-илу-беки-де-ва-на-и... Моу... А-а... Моу... М Essa Ди... Моу... Моу... Девушки отдыхают. 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 Сверху. Девушки отдыхают. Здесь еще кое-что припрятано. Статуэтка дзидзо. с этой стороны с этой стороны похоже ничего можно открыть центральный вход правда это совсем не обязательно делать так как там сделать это все таки можно я это сделал так тут все забывали своими червями давайте сходим еще сюда этот проход что же попробуем сродиться но елки-палки прибежал откуда-то монах шоу ты пока не падай и чтобы не закончил куда так далеко видимо бы конечно похлеще еще любого меню босса будет но можно их сбивать какие-то там камера мешает ну и дают они не так уж много опыта чтобы с ними вот так вот заморачиваться да и здесь кстати еще был леденец интересно зачем здесь эта ветка снизу не убрать как точно нельзя зацепиться так не отвлекли от похода в эту темную пещеру ночной режим здесь очень много огня и целесообразно сожрать что-нибудь огнестойкое огнестойкое да страшновато туда падать особенно в первый раз темная мрачная пещера не достаточно длинная так стоп рано я сюда залез это дорога назад это дорога назад это дорога назад мне нужно вглубь вглубь вау поджарили как индейку за счета от огня то у меня закончилась и проглядил мне вот это еще раз напоминает блаборн с этой церкви исцеления точнее это даже больше похоже уже не на церковь исцеления а на школу мэнсиса я также можно было найти кучу засохших стел тех кто пытался заглянуть за грань возможного только здесь это больше завязано на бессмертии и так здесь еще можно подняться выше и найти то зачем мы сюда и шли нет нет это не ящерицы вдалеке мы можем видеть храм сэмпу а вот для чего наверно это была ветка для того чтобы сократить путь точно ну это совсем не обязательно делать потому что можно просто использовать талисман возвращения это тайное учение стиля сэмпо книга дающая возможность изучать навыки из раздела стиль сэмпо в храме сэмпо боевые искусства изучали чтобы достичь просветления там верили что чтобы одолеть врагов будды нужна сила и строгая дисциплина однако со временем обидатели храма охватила жажда вечной жизни она исказила как их учения так и их боевой стиль и мы получаем боевой стиль сэмпо давайте посмотрим здесь у нас можно видеть мост по которому сюда пришли так вот мы обошли поднялись наверх и пришли к храму сэмпо давайте воспользуемся этим шоткатом так стоп да, эта ветка похоже именно для этого но можно было зацепиться в принципе и за эту маленькую веточку так что эта большая ветка совсем здесь не обязательно и мы опять приходим к черному ходу храма и делать нам здесь больше нечего нам нужно идти побеждать генитира но давайте перед этим сходим и продолжим пару квестов на первую штуку и на первую штуку